Реклама бывает не только коммерческая. В Иванове активно развивается социальный проект «Победи в себе равнодушие». В разных точках города расположены баннеры с надписями «Это нормально». Мы побеседовали с участниками проекта, которые рассказали, как создали необычную, цепляющую глаз, а главное – полезную рекламу. Данный проект в настоящее время реализуется на различных медийных площадках в городе Иваново. Жители его могут увидеть в наружной рекламе, в виде макетов в газетах и журналах, в виде открыток или постеров, которые распространяются, в том числе и в общественных местах кофейных. Макеты разрабатывали профессиональные дизайнеры. Перед ними стояла задача максимально выразительно привлечь внимание горожан к важным социальным проблемам. Одна из особенностей рекламных конструкций в том, что на них почти нет никакой информации. Короткая надпись, название проекта и графическое изображение. Лаконизм вызывает недоумение и желание узнать о проекте подробнее. За счет минимализма, я считаю, что мы как раз добились выразительности, привлекли внимание. Это было основной задачей. Потом графичность, она, на мой взгляд, привлекает всегда больше внимания. У проекта «Победив себе равнодушие» несколько партнеров. Каждый предложил тему, которую он находит социально значимой. Поисковый отряд «Лиза Алерт» призывает ивановцев не проходить мимо престарелых на улице, если кажется, что им нужна помощь. Приют «Майский день» напоминает жителям, что все мы в ответе за тех, кого приручили. Я, например, пришла с задачей сделать социальную рекламу для нашей замечательной организации «Колыбель», общественной организации. Она прекрасно ложилась в эту историю «Победа над равнодушием», потому что все мы знаем, что женщина, оказавшаяся в кризисной ситуации, она нуждается в таком участии, требует его. Участники социального проекта вместе с партнерами не только разработали баннеры, но и составили памятки, которые помогут в трудной ситуации. Например, если вы встретите беременную женщину, которой требуется поддержка, дайте ей контакты общественной организации «Колыбель». Ее сотрудники не оставят будущую мать в беде. Каждой женщине, которая станет на учет в Центре защиты материнства «Колыбель», будет оказана конкретная помощь – психологическая, юридическая, материальная. В Центре работает приют временного проживания, ведь часто бывает так, что женщине с ребенком просто негде жить. Детский материнский вещевой фонд, группы временного пребывания для детей-подопечных и другие направления. Проект Ивановской команды заметили на федеральном уровне, предложили поделиться опытом с другими регионами. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.